Добрый день! Сегодня у нас Сокер Мегаминкс от Юксин. Его официальное название где-то здесь было написано. 12 Аксис Сокер Куб. Ну 12 Аксис Куб это и есть Додекаэдр Мегаминкс. Сокер, футбол, аж футбольный мячик. Я видел ролики от Юксина, как они все эти головонки пинают, бросают со стола и они очень крепкие. Ну наверное это так, проверять не буду. Иногда причисляют Сокер Мегаминкс к Интерстеллар серии, но нет. Должна быть вот такая вот надпись для серии, но здесь такой нет. Но делают это не просто так, головонки очень похожи. Сделаны на базе Мегаминкса и собираются все, как Мегаминкс, только Shape Mode. Вот инструкции здесь нет, в коробочке можно хранить, прочные, нормальные. Вот он Мегаминкс Сокер. Я его купил у один из первых, но выглядел как какой-то Dayan Jam, но по факту просто Мегаминкс. В чем его особенность? Ну в том, что центры имеют дополнительные вот эти цвета и их надо ориентировать. А так это обычный Мегаминкс, похож в сборке с Crazy Мегаминксом от Сэнксо и похож в сборке вот с этим чудо-юдо Стар Нави. Но вот этот будет посложнее, так как вот эти центры не имеют вот такого белого цвета, но основного своего. Тут есть свой цвет и куча дополнительных, а здесь только дополнительные. То есть догадаться, что это белый центр по факту можно только по другим элементам. Поэтому Сокер Мегаминкс попроще. И давайте соберем. Формы от Интерстеллар серии отличаются. Вращать чуть менее удобно, но вращается нормально. Удовлетворительно, скажем так. Перемешиваем. Главное здесь будет ориентировать центры, что заставит нас на верхнем слое использовать перестановку ребер рыбками. Что не всегда весело, но здесь придется. Будем считать, что я перемешал. Разница невелика. Ну и будем собирать. Я буду с белого. Здесь нужно собрать на звезду и правильно ориентировать эти боковые центры. Давайте сначала ребра поставим. Они, кстати, без белого цвета будут. То есть вот ребро. Это синий-красный. Такое. И мы видим, что крыш ногами стоит. Надо развернуть. Вот. Вот это ребро. И это ребро нужно будет вот к этому центру подогнать. Именно вот так. То есть в отличие от обычного Megamix, здесь другая расцветка. То есть по идее мы сейчас что-то собрали вот здесь вот, но вот тут. То есть как бы вот так вот смещено. И центр двухцветный. У него на самом деле цветов гораздо больше. Дальше. Сюда. Красно-зеленый. Мы видим вот этот цвет и вот этот. Они разные. Типа розовый. Или не знаю кто там. Но вот так вот красно-зеленый стоит. Здесь еще вот эти уголки симметричные. Да. С ним будет попроще собирать. Зелено-фиолетовый. Зелено-фиолетовый. Кстати, зеленые на вид вообще одинаковые. У них может и есть одинаковые. А нет, разные. Вот зелено-фиолетовое ребро и вот еще зелено-фиолетовое ребро. Я один раз собирал, но уже давно забыл просто. И сначала совмещаем с этим центром. Потом уже ставим туда. Ну, можно по-разному, можно потом развернуть. Кстати, можешь сравнить. Это зелено-красный вот с этим. А нет, тут цвета разные. Давайте на всякий случай. Я не обращал внимания. Они вообще одинаковые. Может, их здесь по два? Уже забыл. Ну, давайте собирать. Там посмотрим. Ну, очевидно. Да. Их не перепутать, так как они по-другому ориентированы. Вот так тогда. Просто вот этот какой-то более светлый. А еще есть? А больше нет. Нет. Мы ее просто развернуть же можем. Это разные цвета. Похожи, но разные. Вот так вот, сильно лучше. И уголок сюда уже пришел с ребром. Едем дальше. Вот сюда фиолетово-желтый. Вот такой, надеюсь. Дальше сюда желто-синий. Причем желтый слева должен быть. Вот так вот. Видим, все цвета нормальные совпадают. Синий-красный тут стоял. Вот. Собрал звезду. Ну, одна пара сама встала. Не взначай. Дальше полегче должно быть. Уголки не придется разворачивать, переворачивать. Они симметричные, одноцветные. Да? Ну, иначе они бы выступали. Голомка формы не меняет. Ну, погнали. Зелено-фиолетовая пара с фиолетовым уголком. Вот. Ну и ставим. Да. Из-за похожих цветов чуть это не испугался. Дальше здесь розово-желтая пара. Вот такая с желтым уголком. Желтый уголок. Ну, какой-то не совсем желтый. Может, паркнет-то? Не. А, это вообще не те цвета. Это бледно-зеленый какой-то. Мутный. Вот. И желтый уголок. Вот этот возьмем. Да. Вот этот уголок явно желтый. Но здесь не сломать. И куда я это все ставлю? Вот сюда. Оттенки похожие. Может, немножко путаться. Ну, и уже сразу видно, что это не Interstellar серия. Хоть и база Megaminx, но мотивы другие. Так. Вот этот синий уголок пойдет сюда. Синий-серый. Вот так вот сделаем. И вот так вот загоним. Здесь синий-красный. Здесь вот синий уголок, а нужен красный. Вот здесь вот этот парус уберем. И туда тащим. Красный. Нужен красный, поставим красный. Вот первые два слоя собраны. Часть мячик готова. Ну, дальше собираем как-нибудь. Правильного пути здесь нет. Потом увидим, что здесь вот белый. И вот здесь вот будет белая полянка. Или где-то там. Что вот серый. И вот этот серый пятачок. Тут грани 32 получается. То, что вращается 16... Ой, 12 грани, как у Megaminx. А грани именно как форма фигуры. Их побольше. 32. И ведь цвета экономили. Сделали похожие. Ну да ладно. Так. Давайте что-нибудь поставим. Рандомное. Серо-грязно-желтый. Вот. Чтобы цвет сразу убрать. Ставим сюда. И вот сюда вот такой вот пару. Серый, серо-коричневый. Серо-коричневый и серый. Есть такой. Так. Отодвинем. Вернем. И сюда. Оставим. Готово. Дальше. Ну пойдем по кругу. Здесь ориентируем вот так. Поставим вот сюда розово-коричневый. Розово-коричневый. Что за цвет? Темно-розовый, да? Так, розовый с другой стороны. Поэтому вот так. Здесь зелено-коричневый с коричневым уголком. Вот коричневый уголок. Зелено-бледно-зеленый. Вот такая забавная пара. Интерстеллар в серии просто 12 цветов. Здесь же он побольше. Дальше. Такой вот темно-розовый со светло-синим. Уголок темно-розовый. Темно-розовый уголок. А ребро и темно-розовый. Будешь ты. Да. Вот так. Дальше. Ориентируем вот это. Должно быть вот так. Сюда нужно вот это ребро. Судя по всему, да? Развернуть. Вот так вот. Теперь голубоватый с оранжевым. Похож на него. Сюда зеленый и белый-зеленый. Белый-зеленый и зеленый. Приятно, кстати, вращается и комфортно собирается. И это, наверное, самая компактная здесь серия. Ну, мягче в руках лежит. Дальше. Дальше. Сюда. Поворачиваем вот так. Белобордовый. Вот этот. Кстати, вот пара стоит. Не сломать бы. Хочется пара сохранить. Ну, да не получится. Ну, я сначала сюда поставлю пару. Тут все меньше элементов, поэтому искать проще. Так. 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 Повернулся. Сюда. И вот этот беленький. И вот этот вот. Бело-голубой. Так. Как-то он тут. Не. не очень удобно сделаем вот так ставим пару можно полиметно составить но смысла наверное нет если вы не умеете собирать мегамикс парами то мегамикс вам и не понравится дальше вот сюда нужно синий фиолетовый это вот такой какой-то здесь вмещу их туда и здесь ставим пару вот сюда вот сюда и вот сюда и останется верхний слой так но сначала вот это здесь синий вот такой вот модно зеленый вот зеленый теперь сначала сюда поставим трехходовочкой удобно что уголки не надо ориентировать и все хорошо собирается так теперь фиолетовый а ну вот они разделим сначала надо было сильнее дерзделять ну трехходовкой загоняем так ну что ж сначала нужно правильно ориентировать ребра и эта задача не самая тривиальная мы должны посмотреть на каждое ребро посмотреть какой стороны оно к центру должно подходить а вот зелено-оранжевое а тут оранжево-зеленое то есть вот это неправильное ребро это не проблемно и что без его розовое тут розы в бирже тоже неправильное ну тут сразу видно что неправильное синие и оранжевая синие-оранжевое это хорошие бело-синие бежево-синие а тут сине-бежевая это неправильно то есть только одно ребро правильно ориентировано Запомним его сине-оранжевое. Я сделаю палку. Так. Сине-оранжевое было хорошее. Хотя мы же можем еще к этим подводить. Да. Можно к этим центрам подводить и тоже смотреть. Вот это правильное. Вот это правильное. Это нет. Это нет. И это да. То есть вот эти три правильных. Делаем галку. Теперь смотрим. Нормально-нормально. Нормально. Так, если подвести. Где она там? Вот нормально было бы. Сине-оранжевое. Нормально. Ну это нормально. Вот эти два ставят хорошо. И вот эти три нужно переставить. Лямбда переставляет по часовой стрелке 3. А зачем нам лямбда? Мы же рыбкой. Прошу прощения. Да. В обычном мегаминксе мы бы лямбдой переставили бы сейчас. Но дело в том, что нам нужно совместить ребра с центром. С его дополнительными цветами. Потому что с этим центром мы вот таким поворотом совместим. И все будет хорошо. А поэтому смотрим, что ни одно не совпадает. И будем делать рыбку. Рыбка будет против часовой стрелки вот так вот перемещать 3 ребра. Но желательно, чтобы у нас хоть что-то встало. А у нас ничего не встанет. А если вот это сюда, то тоже не очень. Давайте какую-нибудь рыбку сделаем. РУ, Р' У, Р У2, Р'. Вот нас совпали 2 вот этих. Я сделал удачный выбор. Ну и 3 вот этих будем теперь переставлять. Ну надо по часовой. А рыбку переставлять против. Значит делаем 2 раза. Так. Ну и второй раз. У, У, Штрих. Здесь в рыбке важно У2 штрих крутить. Предпоследним ходом. Потому что на Мегамиксе У2 и У2 штрих это разные движения. Ребра на месте. Осталось переставить 3 угла. И вы правильно заметили, что я здесь не использовал, не пришлось разворачивать уголки. На обычном Мегамиксе мы должны еще уголки развернуть. Ну а здесь этого не потребовалось. Ну я сделаю обычными коммутаторами. Вот это вот. Сюда. Тут розовый. Розовое место. Обратно. Там оранжевое место. Оранжевое. Ну и зеленый. Все. Сокер Мегаминкс собран. Ну на самом деле забавная головоломка. Тот же Мегаминкс, но цвета другие. И нужно быть повнимательней. Бестолковый лиглунг нет. Сложный тоже нет. Ну такая на любителя. Просто Мегаминкс с другими цветами. Если сравнивать с Интерстеллар. Вот с этими. То это чисто Мегаминкс. Просто неудобной формы. Собирается ровно так же без всего. И цветов тоже количество. Здесь цветов побольше. Собирается как Мегаминкс. Но поинтересней. Если посложнее. Чтобы можно прям поломать. Это вот здесь. Ну наверное первый раз будет посложнее. Потом тоже привыкаешь. Из-за отсутствия. Здесь вот цвета. Ну а так. Все они на базе Мегаминкса. Все не сложные. Про Интерстеллар серию. На канале видео есть. Можете посмотреть. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.